Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в Кристиан Лэнд. Сегодня мы с вами посмотрим очень значимую фигурку для моей коллекции Железный Человек Марк 1 к десятилетию киновселенной Марвел. Как вы знаете, совсем недавно у Marvel Studios прошел такой юбилей к десятилетию киновселенной Марвел. Там актеры собрались, сделали огромную совместную фотографию, очень крутую, вот. И Фанка начали выпускать фигурки к десятилетию киновселенной Марвел. И вот одна из них у меня в руках. Это Железный Человек Марк 1. Именно этот костюм Тони Старк сковал его из вообще подручных материалов, из подручного железа, плену у террористов. Вот, это очень крутая фигурка, она эксклюзивная для летней конвенции в США, limited edition 2018 года фигурка, то есть совсем недавно она вышла. Вот, так что погнали смотреть, как выглядит сама коробочка. Вот так она выглядит, 338 серия, Marvel Studios, The First 10 Years. Вот, дальше у нас здесь Железный Человек на фоне каких-то кадров из киновселенной Марвел, Iron Man Mark 1. Вот, и сзади у нас, видите, по фильму Железный Человек, по первой части. Вот так все прекрасно выглядит. Сверху вот так все выглядит. У меня также есть Марк 1, уже комиксный, я его чуть позже покажу, а пока что погнали смотреть саму нашу фигурку. Вот я достал из протектора, можете посмотреть на нее, как коробка выглядит без протектора. Сейчас я достану ту самую фигурку, которая у нас комиксная, тоже Марк 1 Железного Человека. Вот я ее достал, она у меня тоже в протекторе. Вот так она выглядит, это у нас по коробке Marvel Collector Corps, первое появление Мстителя. Вот так они вместе выглядят, сейчас я ее тоже чуть позже достану. А пока что погнали смотреть нашего Железного Человека Марк 1. Коробка в идеальном состоянии, я перекупал человека, который купил вот прям в первые дни конвенции, и он ее даже ни разу не доставал, но это и видно, в принципе, вау. Ну, он просто-просто шикарен. Я так рад, что теперь у меня есть такая классная фигурка, потому что в этой фигурке просто невероятная детализация и так далее. В общем, я думаю, вы сами сейчас все видите. Мне кажется, тут даже слов не надо, достаточно просто на нее посмотреть. Это выглядит просто великолепно. Посмотрите, какой, конечно же, это башкотряс. Очень прикольный башкотряс. Сейчас на самой броне вмятины различны, то есть это сделано не просто монотонно, а так, как практически было в фильме, и выглядит это просто потрясно. Здесь у нас, кстати, не кожа, если вы могли подумать, что это кожа. Нет, это такая специальная ткань, которую тоже Тони сделал. Вообще, посмотрите, как все выглядит. Очень-очень похоже на то, что было в фильме. Прям капец. И это на данный момент, вот на данный момент моей коллекции, самая такая продетализированная, что ли, фигурка в моей коллекции. Она прям очень продетализированная. У него, кстати, здесь ноги разделены на две части. Это впервые я такое встречаю. Вот. Очень интересно такое смотреть. Реактор у него, кстати, на реакторе там немного краска. Вот эта серая, которая покрашена под металлик костюм. Она немножко пролилась, но это ничего страшного. Вот. Давайте посмотрим фигурку сзади. Вот так она выглядит сзади. Сзади у него вот эта система, с помощью которой он выпускал огонь из правой руки, если не ошибаюсь. Да. Вот здесь у нас даже есть специальная вот штука. Это просто потрясно. Ну, это что-то невероятное. По всему костюму тоже какие-то вмятины. Вот здесь у нас есть вмятина. Здесь какая детализация. Давайте я приближу, мы вас с вами посмотрим все более детально. И вы сами убедитесь, что фигурка просто невероятно сильно продетализирована. Вот. Можете посмотреть, как выглядит его спина. Она просто невероятно продетализирована. Сейчас я вам его поверну. Здесь у нас какие-то механизмы вдоль ног идут. Это тоже очень круто сделано. На самом деле видно, что Marvel к фигуркам десятилетию киновселенной Marvel относится очень-очень трепетно. Как вы видите, здесь у меня торчит еще золотая фигурка железного человека. Также приуроченная к десятилетию киновселенной Marvel. Она немного халтурная. Я потом в видео с обзором на эту фигурку поясню, почему она халтурная. Так что вот такой вот у нас железный человек Марк 1 к десятилетию киновселенной Marvel. Выглядит все потрясно. Я ставлю фигурки 10 из 10. Если ты любишь киновселенную Marvel и посмотрел это видео, то ты просто обязан купить эту фигурку. Она олицетворяет начало киновселенной Marvel. И это безумно круто иметь в коллекции такую красоту. Давайте я его сюда вот так отложу. И мы с вами раскроем другую фигурку, вот эту. И мы с вами посмотрим их поближе, как они вообще вместе смотрятся. Мне кажется, они будут смотреться невероятно так футуристично. То есть железный человек Марк 1 из-за киновселенной Marvel. И железный человек Марк 1, уже просто комиксный, который появлялся в комиксах. Это вообще у нас первое появление железного человека в комиксах. И сейчас мы с вами все посмотрим. Понятно, какая из фигурок более детализированная. Потому что все-таки в комиксах супер детализации нету. Там она и не нужна. Вот. Но вот так вот выглядят эти две фигурки. Можете сравнить, можете посмотреть. Конечно же, они чем-то похожи. У них есть сходство. Это, конечно же, цвет. Но, кстати, с левой стороны вот фигурка новая по киновселенной. Она немного темнее. А справа она более такая серебристая. Вот. Сама концепция видна, что она такая, знаете, похожая, естественно. Вот. Понятно, что режиссер Джон Фавро тоже опирался на этот костюм. Так что даже очень-очень интересно посмотреть на эти две фигурки вблизи. В общем, выглядят они обе просто потрясно. Очень крутая фигурка Железного Человека. Я ее безумно доволен и рад, что она теперь у меня есть в коллекции. Итак, вот мы с вами посмотрели очередную фигурку к десятилетию киновселенной Марвел. Мы продолжим с вами этот мини-марафон по обзорам фигурок к десятилетию киновселенной. У меня также есть еще Танос, которого я не показал. У меня также есть еще один Железный Человек. И будет еще много всего другого. Я надеюсь, вы заметили пин-сайзы, которые мы с вами тоже недавно раскрывали. Вот, кстати. Кстати, забыл показать. Вот это у нас Марк 2, а это у нас Марк 1. Эти обе фигурки по киновселенной Марвел. Вот. Так что фигурка офигенная. Если вы думаете покупать или не покупать, то однозначно покупать. Потому что, во-первых, вам будет безумно приятно иметь такое в коллекции. Ведь с этого костюма вообще это первый фильм киновселенной Марвел, которая сейчас просто выросла до космических масштабов в плане Голливуда и так далее. В общем, миллионы фанатов, миллиарды, я бы даже сказал. Вот. Так что такую фигурку очень приятно иметь в коллекции. Если тебе видео понравилось, если вам видео понравилось, то обязательно оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Мне, правда, будет очень приятно. Пишите в комментариях, кого скорее хотите увидеть. Золотого Железного Человека или Таноса на троне. Вот Танос на троне. Это, наверное, будет вишенкой на торте. Будет Танос прекраснейший. Я его безумно люблю. Вот. Так что, опять же, ждите. И Кэпа скоро покажу. В общем, много всего интересного будет на канале. Так что подписывайтесь. Буду всем рад. Всем большое спасибо. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok